И днем, и ночью поможет спрятаться от приборов с тепловизором. Жительница Сургута шила одеяло-невидимку для военнослужащих специальной военной операции. Изделия уже протестировали о результатах в репортаже. Еще на один ряд строчки для прочности и одеяло будет готово. А на Кириченко из Сургута шьет его для бойцов. Оно защитит не только от холода и дождя, но и от прицелов тепловизоров. Стоит только накрыться им с головой. Надевать сверху прямо на себя. С двух сторон, если им накрыться, то взрослый человек помещается полностью, то есть под ним прячется. Эти кадры с испытаний тестируют одеяло с помощью прибора с тепловизором. Успешно. Тестировали мы ночью. В темное время суток ничего не было видно. То есть он сравнялся с темнотой. Это невидимка. Невидимка. Одеяло невидимка. На краях петельки можно стелить сверху блиндажей и окопов. Одеяло пятислойное, верхние защитные, непромокаемые. Внутри термоткань и синтепоновая прослойка. Шита по технологии сэндвич. Но главные его ингредиенты, которые как раз таки позволяют не отражать тепло, Анна Кириченко держит в секрете. А то вдруг рецепт попадет не в те руки. Когда я слышала очень часто, особенно в начале специальной военной операции, что тепловизоры определяют, тепловизором определили, тут тепловизор, там тепловизор. Но мысль проскочила, что должно же быть какое-то средство, которое должно укрыть от этих тепловизоров и спрятать. То есть что-то же должно быть. Ну, собственно, вот такое одеяло родилось. Сургутенко помогает бойцам с самого начала специальной военной операции. Военнослужащим регулярно отправляет посылки. Делает своими руками сухие армейские души. На передовую солдатам-югорчанам передает защитные обереги. В этих маленьких лоскутках кедровый орешек, частичка сургутской земли и ладан. Анна Киличенко планирует теперь масштабировать производство и защитных одеял. И даже создавать по этой технологии другие изделия, которые будут удобны в полевых условиях. Укрываясь этим одеялом, то есть это либо укрываться без головы этим одеялом, и голова, соответственно, будет просвечивать в тепловизоре. Либо, если с головой, то теряется обзор. Поэтому, если это будет пончо, то это будет удобней для ребят. Пошивом изделий займутся волонтеры и равнодушные сургутяне. Тканью помогут на предприятии, в котором Анна Киличенко работает ведущим инженером. Женщина уже заручилась поддержкой. Светлана Круковская, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.